судя по граффити за мной мы находимся в праге все-таки прага столица граффити вернулись мы в прагу из катар депрессия мягко после солнечного полуострова серый город и мы идем в один ресторан который находится на легендарном жижкове жижков это хо-хо самый криминальный район прагину хотя криминальная слова жижкова давно в прошлом сейчас это довольно неплохой район с очень дорогой недвижимостью идем и ножишков в ресторан чем знаменит этот ресторан я когда-то в одном из роликов о нем уже рассказывал будет была такая история жил-был ресторана был он ножишка и готовил он подавали в этом ресторане азиатскую кухню и однажды вечером в этот ресторан заходит человек все глядь а это кто бы вы думали а это киану ривз голливудский артист актер просто он решил он видимо там кида все лишь не помню что находился прагике съемки чего-то были и он пришел в ресторан ножишками поужинать поужинать азиатской кухней в праге ну правильно я тоже предпочитаю скорее азиатской кухне чем выпшего колено рульку лучше уж азиатская кухня в общем пришел он туда отужинал и с тех пор этот ресторан чудо не носят имя киану ривза там все связано с ним вот на этом стуле он сидел вот за этим столом он сидел вот это блюдо он ел в общем сейчас мы идем туда а потом отправимся в баку а где находится в баку нет не в азербайджане баку находится тоже здесь в праге и именно ножишкове а почему там ходит собаку об этом мы расскажем чуть позже и так мы идем ножишков ой какой здесь пупсик сидит в окне кстати котиков в чехии зовут не кускаскас а чичи хотели пойти пешком ножишков а потом посмотрели что мы не успеваем по времени сейчас будем брать каршеринг дик фотографируют его со всех сторон автомобиль вроде покупать его собираются ну типа чтоб нам потом не предъявили что это мы его что мы с что-то сделали короче сначала когда мы брали машины и фотографировал теперь когда возвращаем ее фотографируют и я не знаю ни одного человека кроме этика который бы тоже это делал может на память хочет себе оставить как кому нужны эти фотографии в дальнейшем типа а мало ли что но местами жишков конечно все еще выглядит как самый бандитский район а вот стоит самый бандитский человек крестная мать жишковской жишковской мафии это влада она это влада вот где прячет а это букинг который ну в доме влада и адама орудует букинг не букинг а рнбмб в общем сегодня ночи вода чуть не вызывала полицию из-за того что постояльцы туристы всю ночь пели пьяные песни и не давали никому спать жаловаться бесполезно в общем сторожила жишкова это наша влада вот говорит что вроде бы вот этот желтый дом ну тут второй ну ты говори первый или второй разница между первым и вторым еще знаешь ну не суть она говорит что один из этих домов но скорее всего тот возле первого который второй то есть что принадлежит кому-то русскому дипломату потому что он там даже однажды приезжал еще там было какое-то какие-то протесты устраивать и что так же не дипломат а бизнесмен русский это что а что это такое написано ладно еще это здесь такой сд кто-то здесь умер мирослава 72 года 97 году умерла она умерла 1 марта кто-то умер вот еще девяносим году а сегодня сегодня принесли цветочки ну не этот дом принадлежит по русскому бизнесмену конечно же а вот тот эрик сейчас продавал свой старый playstation который ему не нужен и дал объявление пишет человек может даже вот это вот человек пишет принеси мне его ножишков я посмотрю очень звучит предложение нужно сказать очень заманчивая вообще вот да потому что ходим как бы то ни было сейчас вроде бы тут недвижимость подорожала ножишкой но что конечно часть хорошая а часть такая что лучше бы не ходить вообще и вот я думаю просили принести именно в ту часть куда лучше не заходить принеси мне ножишков я посмотрю это прям как анекдот какой сейчас сейчас кстати в чехии запретили казино только онлайн казино вот этот дедушка здесь сидит всю жизнь но все иконы но вот три медведя это а что-то не хотел показать агой дэйв типа что здесь это можем встретиться ножишков я хочу купить да видно что видно видно по сообщению что человек с деньгами уже уже сидел когда писал сейчас март кстати если что хочу хорошего снеговика снимать с окна во первых недавно был китайский новогодка индийских новых годов сколько врача жишков а это теперь улица артигова какая артигова а была а была коневого да эта улица была коневого но связи с обстоятельствами коневов конев теперь недостойный оказался что 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 да вот ресторан который мы идем ресторан имени киану рильса это хозяйка ресторана кстати собака хозяина ресторана она она да ее взяли в приюте и вот теперь она хозяйничает ресторан кстати в качестве доказательства того что киану рильс здесь был там стоит фотография с ним икона икона да икона с ним а вот мы сейчас слышим что обслуга говорит по-русски а вот хозяин ресторана в шапочке это влада знакомый да я здесь все знаю собственно поэтому нас ладой притащила сюда мы хотели идти в другое место она говорит вы что это же киану ривз это же собака из приюта это же жишков это же легенда в общем мы пришли сюда поесть самый вкусный да самый вкусный суп я обожаю суп рамен это вообще для меня нет ни вкуснее супа вкуснее фо рамен ну рамен мне больше нравится ну и посмотрим если он здесь вкуснее чем там где мы ходим куда вы ходите там бульон такой в общем Влада нас все продолжает продолжает рекламировать ресторан своего знакомого говорит что здесь варят настоящий рамен бульон варится 24 часа к этому супу и что говорит лучше рамен его нигде не ели что по всем отзывам если читать на интернете здесь будет самое лучшее и киану ривз тоже поставлю надеюсь киану ривз написал свой отзыв я бы только ради собаки его написала да вот видите собаку взяли из приюта не стали покупать дорогую кстати тоже когда-то взяли правда не из приюта мы из москвы принесли в москве усыпить мы взяли ну как взяли нам друзья привезли ее из москвы ну с 3 года прожила счастливо и так вот эти макароны они варятся хуй варятся это домашние они делаются вручную яйца здесь вымачиваются в соевом соусе вообще как бы если верить отзывам то здесь действительно должен быть самый вкусный ну и на вид он выглядит самым красивым по камести жаль сабата ушла она так смотрела когда нам принесли вот так хозяева этой собаки говорят что ее нельзя оставлять дома одинокой потому что она очень плачет и переживает ну собака пережила видимо что-то страшное в своей жизни ну хорошо что нашла любящих хозяев ого тут внизу ремонт наверху не протолкнуться кстати все владу все владу спрашивают где адам мы такое впечатление пришли в закрытый клуб какой-то но кстати что еще узнали что киану ривз оказывается сюда первый раз пришел и после этого пока он жил в Праге он ходил все время в этот ресторан как бы то ни было зал переполнен люди все время заходят и заходят и половина зала говорит по-русски Сейчас мы уйдем и кому-то будет счастье. Да, да, все время заходят люди и нет места. Вот здесь обратная сторона Жишкова. Какие дома. Там торчит, да, Жишковская веш, ну, Жишковская телебашня. Вообще-то, если вышли мы из ресторана... А сколько мы заплатили? Еще 300. 1400 мы дали парню. Крон. Да, это больше чем 50 евро за 4 супа. Мы за 4 заплатили. А там один еще заказали. Потом она придет, заберет. Ну, получается, один суп чуть больше, чем 12 евро где-то один суп стоит. Спасибо, дочка. Даже, ну, да. Ну, да, воду. А, значит, мы больше заплатили. Ну, не суп. Ну, оно очень вкусно. Судно? Ну, да. Вот действительно, если... Воду здесь. Короче, очень рекомендую в Чехии, вообще, в Чехии попробовать азиатскую кухню. Но выбирать места, где это пробовать, нужно очень тщательно, потому что в некоторые азиатские рестораны, точнее, вьетнамские, на кухню зайти страшно. Я думаю, не просто там от одного вида, наверное, страшнит. Ну, мы же и не видим эту кухню. А здесь мало того, что мы ее видим, плюс, ну, этот парень, да, Влада говорит, он родился в Чехии? Не, я не знаю, что родился, но... Ну, с детства здесь живет, да. Он гражданин Чехии, но хоть он и вьетнамец. И там, как бы, все чисто, все вкусно. И, сути, по количеству людей, которые были... Ни одного свободного места. А? Ни одного свободного места. Да, свободных мест вообще не было. И все время заходили, заходили, заходили. Вот так. Так и живем. Так и живем. В общем, очень рекомендуем, в любом случае. Это место, смотрю, многие рекомендуют, оно очень популярно. И не зря Киану Ривз столько раз здесь был, каждый раз возвращался. О, какая лестница. Эта лестница ведет в Баку. Эта лестница ведет в Баку. Да. И на ней где-то должен быть рецепт. И на ней написаны рецепты. Причем рецепты написаны на русском языке. Как вообще в основном парижском туалете, так и на джишковской лестнице. В общем-то, лестница довольно своеобразная. Здесь мы даже в крестике-нолике кто-то играл. А вид все красивее и красивее на Прагу. Кстати, если вы потеряетесь возле этой лампы, то можете позвонить в полицию, назвать вот этот номер, и вас найдут. Для этого на этих лампах. На каждой лампе. Так что, можете смело теряться в Чехии возле ламп. А чуть выше написан рецепт, но он уже затерся. Остался только щавель, гвоздика, укроп. А остальные ингредиенты все уже потеряны. Салат. Я чуть услышала, голубь. Вид. А что там? Номер на лампе тоже. Улыбнись. А. Где? Да, вот. Улыбнись. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Какой гармонист. Как же это? Да, какие детали. Что, она маленькая? Да. Никто ничего не отковырял. А, советскому войну руку ковырил. Где советскому войну? На лампу. На лампу. Батту. Не вылеток на руку. Есть. Сукуль. Там кулаки он ее держит. Эдик, ты что? Рука в кулаке. Да, ну да. Ничего там не происходит. А, далека так видит. Какая красота. Мне с вами гармошка нравится. О, это Ленин? Нет, не. Эдик говорит, это Ленин. Это Сталин. Я тоже так думала, что ли как? Итак, мы пришли в Баку. Не верите? А, у нас есть доказательства. Причем не только у нас. Они есть у всего мира, и сейчас мы их предоставим. Сейчас подойдем к тому месту, и вам, где Баку, и вам все докажем. И потом не говорите, что мы вам врали. Откуда вид на Баку? Да, вид на Баку там самое лучшее было. Отсюда вид, конечно, шикарный на Жишков и на Ифелеву башню нашу местную, на Жишковскую телебашню. Вот, а мы приближаемся к самому красивому, красивому виду на Баку. Так, узнаете Баку? Ну, я думаю, каждый нормальный человек, который смотрел фильм «Серый человек», узнает в этом месте Баку. Вот здесь еще должна быть эта знаменитая башня, знаменитая три башни в виде пламени. Вот эта часть Баку тоже иногда появляется в фильме «Серый человек», потому что там мельком видно Жишковскую бакинскую телебашню. Это место тоже видно иногда. Знаменитый вид на Баку. Вообще, конечно, Баку – мечта опять вернуться, красивейший город. И почему решили его снять именно здесь? Ну, да ладно. Вот уже. Да. Ну, а на самом деле, конечно, мы находимся на Виткове. Вот здесь находится знаменитая конная статуя Яна Жишки. И эта конная статуя считается самой большой в мире. Ну, там, как самой большой в мире? Есть статуи больше, но именно эта, из-за того, что там конь стоит, вот конь на четырех лапах, садник сидит. Вот такая именно статуя, именно такая самая большая, это наша, бакинская. Но, тем не менее, вот это считается самая, одна из самых больших конных статуй в мире. В Праге, на Витковском холме, стоит огромная конная статуя. Это памятник герою гусицких войн Яну Жишке. А позади памятника Жишке находится одно из самых мрачных пражских строений. Огромное серое здание, которое изначально строилось, как памятник чехословацким легионерам, воевавшим в Первой мировой войне. Но с приходом к власти коммунистов, по примеру Москвы, мемориал превратился в мавзолей первого коммунистического президента Чехословакии, Климента Готвальда и его соратников. В отличие от тела Ленина, Готвальда забальзамировать для всеобщего поклонения не получилось. Президента кремировали и упрятали в саркофаг. Торжественно установлены в главном зале мемориала. Но после Бархатной революции останки всех захороненных в мемориале деятелей перезахоронили на обычном кладбище. Говорят, что урна с прахом самого первого коммунистического президента осталась невостребованной потомками. И поэтому бывшего вождя похоронили в братской могиле для невостребованных останков. Но сейчас мы читаем на интернете, что эта статуя самая большая в Европе и третья в мире. Хотите, верьте, хотите, нет. Но статуя и ножишки 9 метров в высоту. 13 метров в гороскопах ищут гороскопах в этих всех статуях. Вот, видишь, гороскоп, вот собака. Тоже какие? Где лифт? Вот, смотри, хочет убить этого. Да, конь, кстати. Ну какая красивая, да, вся эта? Где птичка? Композиция. Я знала, что вы владеете птицей. Она славала, да, орнитолог практически. Да. Где видеть птиц, там и Влада. Коммунистический вот здесь. Вот так, та же звезда. А почему коммунистический? В морякарском флаге что есть? Да, там, кстати, тоже звезды. Вот именно такая вот звезда. Ну, она одну звезду от звезды. Видишь, что нужно? Да, какие, да. Какие детали, каждое лицо отличается от другого. Вот все разные лица. И все полностью. Все, да. Казалось бы, вот просто ворота какие-то. А это прям целое произведение искусств. Даже разница между женщинами и мужчинами? Тогда еще не думали о гендерах. Вернее, не думали о том, что гендеров может быть несколько. Больше, чем два. Сейчас говорили о Баку. Мы были с Ладой. В каком году мы были в Баку, не помню. Недавно прочла, что из Праги прямые рейсы в Ташкент скоро будут. Или уже есть. Все, я загорелась теперь. В Баку мы, кстати, летали с пересадками. Но оно того стоило, чтобы слетать в Баку. Пересадка в Киеве, кстати, у нас была. Пересадка почки. Да, пересадка почки. Вот. А сейчас в Ташкент, говорят, прямые рейсы из Праги. Это было бы так круто. Я бы с удовольствием слетала в Ташкент. Да, вообще, хотела бы посмотреть все страны бывшего Советского Союза. Баками смотрят только Россия, Украина, Молдова, Беларусь. Здесь Азербайджан и Прибалтик. Все три страны. Еще есть, чтобы посмотреть. А как там вдали красиво виднеется. Вот. Красота. Собор Святого Вита. Здесь на Виткове, в этом здании. Вот в этом. Вот в этом. Очень интересный музей. Очень интересный. Но, к сожалению, он сейчас закрыт. Он открывается вроде бы в апреле. Ну, это я повторяю за Владой. Я была уверена, что он открыт. Еще предлагала зайти. Вода с видом кота-ученого сказала, что откроется только в апреле. Ну, в общем, стоит обязательно сходить. Не буду раскрывать все тайны этого музея. Но там есть одно очень страшное прям место. Место, где когда-то лежал покойный. Не президент. Как, ну, первый секретарь тогда это называлось. В общем, не буду спойлерить. Да, вот здесь было, мы заходили. Да, закрыто, к сожалению. Вот сейчас. Кот-ученый. Пойдет все узнать. Да, до 31-го. А, до 31-го. А, до 31-го. А, до 31-го. Ну, да. В общем, с 1-го апреля здесь будет открыто. И кто не был очень... Да, кто не был очень рекомендую это место посетить. Оно стоит того, чтобы увидеть. И там еще очень хорошая кафешка с безумным видом на Прагу. Потому что она наверху находится, вот там. Ну, в апреле будет все открыто уже. Кстати, Эйзик недавно нашел еще очень необычное место в Праге. В котором мы, конечно, не были. И я не знаю, если пойдем. Но это место очень страшное. Это кладбище. Богницкое. Богницкое. Что это за кладбище? Богницкое. Там, тут, там, в сумасшедшем время. Но, в любом случае, оно находится в Богницах. Кто хочет найти... А, ну, в общем. Ну, ночью без меня сходишь. Мне бы днем туда решиться зайти. Но говорят, что очень место... Мерзкое. Мерзкое. Но, в качестве... Кто любит страшилки, идите на кладбище. Богницкое. Вот так. Не знаю, может, когда-нибудь заглянем, посмотрим и вам покажем. Но не факт. Как я говорила, девочка... Ужас. Кстати, о кладбищах. Влада рассказывает историю. У меня есть подружка, которая рассказала такую историю. Она сидела в кафе. Пришли они в кафе. Там было очень мало места. И они подсели к каким-то мужчинам. А те мужчины, соответственно, начали с ними знакомиться. Девочки молодые, там, 20 с небольшим, а мужчины постарше. И один мужчина, который начал с ней знакомиться, он ее спрашивает, ты где же, откуда ты? Она говорит, я из Праги. А вы откуда? Он откуда, Влад? Из Долмебрижаны. Он говорит, я из Долмебрижаны. А в Долмебрижанах есть кладбище какое-то знаменитое. А девочка говорит, о, я знаю, у вас там есть знаменитое кладбище. Ну, что, ей этот мужчина постарше отвечает. Говорит, да, да, у меня там даже могила куплена. Место куплено. Какой жених забитный. Да, серьезный человек. Он сразу сказал, у меня там еще, если что, я могу и ванну докупить, чтобы нас вместе похоронили. Позвольте. Позвольте. Это очень дорогие местные. Богатый жених. Да, он на фотографии на WhatsApp. И жена. У него было трое детей, и жена, и место на кладбище. А здесь еще отголоски старого Жишкова. Вот здесь окно с выбитыми стеклами. Вот, мы вернулись к нашему рамен-бару, стрит-фуд. Ну, Влада заказывала Адаму. Адам заболел, дома сидит. Мы ему заказали рамен. Вода пришла забрать. Вот. В общем, советуем. Вообще, не только, говорю, не только этот бар. Ну, в принципе, в Праге попробовать азиатскую кухню. В плане вот, рамен, фо. Здесь все это очень вкусно. Ну, конкурирующая организация, да, вон, фо. Но тоже такая классическая вьетнамская. Этот парень тоже вьетнамец, который Владан знакомый. Этот парень любит. Кто просто любит. Ну, это вот классические вьетнамские. Тут, думаю, старые такие, старые вьетнамцы, которым на кухню лучше не заходить. Это вот такой стильный, модный, молодежный. У него все чистенько и все вкусненько. Сколько здесь львов налепили? Ну, что характерно, очень неровно. Вот этот, да, вот этот вот чуть ниже, вот, чем остальные. И они все разных цветов, эти львы. А, это даже гороскоп. Ну, собственно, это мой дом. Я в знаке льва родилась в августе. Вот. Потом удивляйся, что я там думала, а? Что тут тоже красота. Вещи они такие. Вот подарки из Европы. Хороший магазин. Кстати, а в этом месте снимали Прагу, что характерно. Но ее тоже немножечко видоизменили. Снимали Прагу в фильме «Серый человек», о котором мы сегодня уже говорили. Да, в общем, чтобы вы понимали. На том углу здесь была Прага, на другом углу здесь была Баку. А, да, да, тут еще и Бангкок был. Вот, вот так и живем. Да, вот эта лестница впереди, по которой мы сегодня поднимались. Наверху там написано «рецепт». Да, кстати, вот там кафе. Да, а летом, а летом вот здесь люди танцуют. Играет музыка. Огоньки красивые горят, висят здесь. Мы сейчас их поснимали. И очень даже романтичная атмосфера. Вот какой красивый дом. Называется Уперуна. Смотрим вниз. А лучше не смотреть. Вот лучше все время смотреть вверх только. И так весь дом. Вот чего не увидишь в Катаре, в Думае. Так вот этого, вот этого срача. Вот здесь видно эхо старого Жишкова. Красивое здание, да, такое. Но на кого оно похоже? Обнять и плакать. Рядом тоже. Да, какое красивое здание. Ну, обшарпанное. Ужасно обшарпанное. Что характерно, на нем ничего не нарисовали. Решили не трогать. Пожалели. Пожалели, да. Он думает, оно и так видавшее виды. Не, можем зайти. Куда? В кафешку? Ну, наверное, в Радость. Ну, можем зайти, кстати. Не хочешь в Радости тусить? Вот если зайти в эту Радость, то наверху там кафе. Радость называется это здание. Хотя оно выглядит не очень радостно. Так вот, наверху есть кафе, в котором чудесный вид на Прагу. Ну, понятно, что там в ту сторону Прага. Да ладно, идем до трубочки пойдем. Погнали мы идти в Радость. Пойдем мы. Пойдем мы не в Радость, но я тут знаю то место, где есть трубочки пирожные. Не знаю, конечно, если эти трубочки такие, как я помню, с детства. Попробуем хоть. Кафешка интересная такая. Очень красивая тоже внутри. Да, да, вот это Бурж-Халифа наша. Это первый небоскреб в Чехии. Вот эта радость. И где-то засмеялись жители Дубай. Когда посмотрели на наш небоскреб. Вот здесь, кстати, очень важное для Чехии, для чешского кинематографа место. Здесь снимали фильм «Врыхни-пырхни». Культовый фильм чешский. Снимали фильм «Врыхни-пырхни». Не знаю, честно говоря, как это по-русски сказать. Ну, хорошая комедия. Вот название остановки. Это упырдлавки читается. Ну, это можно перевести, как упырдежницы какой-то. Ну, упырдлавки. Я когда-то впервые слышала, когда я была в том, что я не послушала. Нет, упырдлавки. Вот. Такая красота. Это Жишков. Это Жишков. Это Жишков. Ну, мы находимся сейчас на границе Жишкова и Винограда. Винограда. Не, ну, здесь еще нет. Отматываем, отматываем. Это Жишков еще. Отматываем. Это Жишков, это Виноград. Да, вот это Жишков. Мы были уверены, что и это Жишков. Но это не Жишков. Это самый элитный район Праги. Винограды, Прага-2. И вот полюбуйтесь, господа, что это такое, а? Вот. Да, тут уже Винограды написано. Это Винограды, а вот это Жишков. Да. А где? Подожди, а вот тут написано, кстати. А, не, не написано. Там написано. Ну, написано. Обычно табличка висит, что вы приехали на Жишков. Но у нас на Праге-10 написано. Вот, тут написано, да. А там написано, что это Жишков. Ну, да. Вот там Жишковская телебашня знаменитая. Никак мы на нее не поднимемся. А, это уже Винограды. И вот эта улица мне очень нравится. Особенно по вечерам она очень красивая. Вот эти огонечки тут везде. Говорят, тут какие-то кафешки классные все. Очень красиво. Ну, улица красивая, конечно, вот эта. Но это уже... А мы еще такие Эдику доказываем. А тебе говорят, это не Жишков. Мы говорят, да, это Жишков. Да ты что? Ну, Жишков, но это Винограды. Ну, да. Вот та сторона улицы Жишков. Эта сторона улицы Винограды. Вот когда стемнеет, здесь вообще круто. Вот ресторан итальянской кухни Рогацци. Там впереди тоже красивые винотеки. Тоже хороший ресторан вьетнамской кухни впереди будет. Вот, ой, какие красивые дома здесь. Какая кафешка? А что за тис? Что ты мне показываешь? Пады говорит, и вот-вот эта кафешка. Показывай мне свой телефон. Нет, мы идем трубочками. Если так. Мы такую красоту увидели. Не мы, а Эдик, который подслеповатый, но увидел. Мы идем, рды разявили слады. Те, которые вообще хорошо видят. И очки им не нужны. А Эдик такой тык-мэк и увидел. Смотрите, что мы нашли. Вот, посмотрите на угол этого дома. А, тут тоже, смотри, с этой стороны как раз. И напротив вот этого дома, которым я восхищалась, тоже такая красота. Да, но этот дом красотища какая. Значит, здесь самый дорогой суши. Здесь японские блины. А здесь, да, это украинский шоу-рум одежды. А, там одежда, Лада, говорит, ходила к ней. Да, у меня украинские. Украинские всякие магазины. Перевозки сюда. Ну, а так вот здесь такие огоньки. Сейчас днем их не видно. Вечером это вся улица в огоньках. Кафешки все эти открыты. И очень красиво здесь. Все хорошая атмосфера очень. Летом здесь толпы. Главное, вот здесь, в этом ресторане. Потом там пенотека есть. Там всегда очередь вокруг нее. Все с бокалами стоят. Потом здесь азиатская кухня. Очень тоже там всегда много людей. Такая живая улица. Ну, сейчас не так. А вот летом, особенно когда стемнеет, когда вот эти огоньки все видны. Красиво. А в этом как-то касаешься, подземнили ее. Ну, уже, смотрю, стоят возле этой винотейки. А она весь год. Да, ну она весь год. А летом так вообще. Здесь не пройти. Здесь не пройти, потому что все стоят с бокалами вина. Ну, сейчас то же самое, только меньше людей гораздо. Ну, много. Труска здесь не есть. Все пьют. Ну, никакой винотей здесь нет. Да, это какая-то уникальная винотека. Хотя, ну, я не знаю, винотека и винотека. Ничем не примечательно. Ну, да, наверное, на хорошем месте. Потом вот это фо. Здесь устрицы, да. Здесь очень вкусная свежая рыбка. Да, там видно. А здесь фо, Вьетнам. Ну, хороший фо, кстати, у них. Да, и фо у них хороший был. Там еще, кстати, впереди должно быть пелеминарно. Ну, и... И вот площадь Иджио, Господи, брат. А вот здесь фитбулка, которая очень миленькая. В генотеке. Угу. Вот здесь тоже, кстати, неплохая азиатская кухня. Она тоже для любителей азиатской кухни. Чистенько там все. Она наполовину чешская такое. Ну, хорошее. Мы там тоже были. Все очень вкусненько было. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Вот на Праге две виноградов. Есть такая кафешка в стиле ретро. Думала, здесь будут трубочки, но трубочек здесь нет. Они здесь среди недели. Выглядят как из детства моего. Но зато здесь очень красивые пирожины. Прям выбор такой. И атмосфера очень прикольная. Нашли новое место, новую локацию. Неожиданно для себя нашли это место. У него очень высокие оценки оказалось на интернете. Мы просто шли, потому что я здесь видела трубочки у них через окно. Но оказывается, это очень хорошее кондитерское. Очень вкусно все. Пирожные, тортики. И с очень высокой оценкой. Вот их название. Шлягер. Вот так. Неожиданно для себя открыли новое место. Нам понравилось здесь. Общенно. Все это находится здесь, на улице Французская. На Праге. На Праге 10. Вот там Прага 2, а здесь у нас Прага 10 уже. Прикольный ресторан. Не, ресторан, кафешка. Сукра Арна. Как кондитерская, господи. Патисери. Да. Вот так. Ну все. На этом все. Субтитры сделал DimaTorzok